вот ты как сам думаешь про себя ты везучий человек ну вообще на самом деле считаю да да себя везучим во многих вопросах но не во всех вот например я знаю точно что мне не везет в лотереи сколько я не покупал лотерейные билеты максимум сколько я выигрывал это 100 рублей и я думаю никогда со мной не произойдет такого что я стану и миллионером соведущий тебе повезло соведущий мне очень поэтому я и говорю тебе что в некоторых вопросах я неудачлив а в некоторых прям вообще счастливчик друзья что касается тебя ты считаешь себя счастливой вообще мы же получается там в разных коллективах да над разными проектами работаем и вот в одном проекте меня называют ксюха не про то в общем если что-нибудь случилось этой я руку приложила но опять же при всем вот этом до каком-то определенном невезении ты победила в конкурсе краса россии первую райск сколько вообще побед в твоей жизни было так что здесь все грубо говоря 50 на 50 но это значит я еще думаю почему так я не очень-то сильно рассчитываю на победу и правда я всегда стараюсь вот с какого-то проекта получается да где есть соревновательный элемент или может быть вы как какой-то на какой-то работой трудитесь где нужно победить что-то как-то я сильно главный процесс главный процесс и то что ты вынесешь для себя полученные знания а вот в мире есть такие люди которым ну совсем не везет неудачники и ты не поверишь сегодня их день давай посмотрим следующий сюжет который для нас подготовила наша коллега дарья шумович каждую третью пятницу декабря в мире отмечается день неудачника или как многие говорят день аутсайдера это веселый и грустный праздник одновременно а тех кто не способен сделать и шага чтобы не попасть в какое-то нелепое положение для одних неудача превращается в обыденность и они готовы улыбнуться ей вместе с окружающими для других это источник постоянного стресса способный веркнуть в состоянии депрессии а как же его избежать уделяете время каким-то приятностям да то что приносит удовольствие это может быть какое-то хобби занятия это могут быть чтение книг если то есть посмотреть а накануне да а что же меня вообще заряжать что мне приносит удовольствие просто включить это в ежедневное расписание дня да может быть чашка кофе даже выпитая идея очистить голову от негативных мыслей поможет спорт даже если вы с ног валитесь после восьмичасового рабочего дня уделите время физическим нагрузкам на самом деле спорт он дает такую зарядку заряд энергии и это может быть тоже надо поисследовать а что именно мне подходит это может быть пробежка йога может быть просто ката зарядка тренажерный зал бассейн то есть вариантов сейчас масса организаторы этого необычного праздника призывают всех людей за которыми так или иначе закрепился неофициальный статус неудачника продолжить упорно идти к цели и быть активными ведь только так можно преодолеть этот психологический барьер выйти на новый уровень доказать себе свою состоятельность и успешность научиться правильно относиться к своим неудачам делать выводы не впадать в уныние продолжать стремиться к успеху улыбаться промахом трудная задача но выполнимая этот навык отношения к неудачам более такой легкой позитивной форме он формируется в детстве когда как он формируется когда мама или папа да если у ребенка вдруг случается какая-то ошибка неудача жизни мама или папа не говорит о том что как как такое могло случиться почему она наоборот дает поддержку ребенку говорит слушай малыш но ошибается так бывает ошибки случаются у каждого и давай подумаем а чтобы в следующий раз мы могли сделать ты бы мог сделать чтоб избежать этих ошибок либо давай подумаем а как в следующий раз тебе помочь достигнуть других результатов как говорят психологи самого по себе определение слова неудачник не существует она индивидуален для каждого кто-то может считать себя аутсайдером из-за того что не может устроиться на работу а у кого-то уже есть работа и семья но удовлетворенности в этом нет отсюда самокритичность сожалению не каждому из нас давно было вырасти в семье в полном принятии безусловной любви кого-то из детей любили любят за то что они хорошо себя ведут всегда слушаются получают хорошие оценки не дерутся в школе такой образ идеального ребенка и вот будучи уже взрослым такому человеку который был в рамках вот этой идеальности рос в рамках идеальности ему все время нужно было подтягиваться для того чтобы его любили и он живет уже будучи взрослым с этим ощущением что неполноценности как будто бы я что-то не доделал его для того чтобы меня любили или для того чтобы не оценили и неважно 13 уже лет человек либо 40 лет он живет с ним внутренним ощущением вот этой неполноценности и он всю жизнь будет его жизнь превратиться вот в эти гонки гонки за этой любовью чтобы меня долюбили до оценили и самое фатальное что вот эта гонка финиш этой гонки он не наступает никогда человек никогда не чувствуется внутренне удовлетворена ну что же дорогие друзья начинаем относиться к неудачам легче а еще лучше почаще вспоминать те дела которые все-таки завершились успешно даже если не были столь заметны